Друзья, всех вас приветствую на моем ютуб канале, меня зовут Артур Аманов и в этом видео мы с вами вновь придем к Вумблдону, к этому шикарному турниру и опять будет долгосрочная ставка. Если что, уже была одна долгосрочная, кто не видел, может по подсказке в правом верхнем углу перейти и с ней ознакомиться. Ну а в этот раз мы будем рассматривать мужскую сетку и я сразу же постараюсь назвать победителя данного турнира. Его фамилию мне придется назвать сразу же, чтобы уже после этого, так сказать, объяснить, почему я сделал именно такой выбор, но перед тем, как я это сделаю, рекомендую вам написать в комментариях, как вы думаете, кого я считаю победителем, ну или же кого вы считаете, что он сможет добыть победу на Вумблдоне. Пишите свои варианты, можете поставить на паузу, у вас вот как раз сейчас есть время для того, чтобы это сделать, ну а мы, собственно говоря, уже переходим к данной ставке. Ну что ж, друзья, я надеюсь, что вы уже написали в комментариях, кого выбрали вы и кого вы считаете фаворитом данного турнира, ну а я же назову своего. На мой взгляд, победителем данного турнира станет Новак Джокович. Почему я выбрал именно его, хотя отчасти, да, это довольно очевидно, но я все-таки обосную, то есть в чем именно заключается моя логика, почему я выбрал именно его в победителе. Итак, с чего начнем? Начнем с того, что Новак, на мой взгляд, сейчас довольно злой, на то у него есть свои причины. Первая причина это то, что сейчас у него, пока что на данный момент, нет ни одного шлема. На О его не пустили, Корос он проиграл и, соответственно, вот сейчас начнется Вумблдон. И это отличная возможность, так сказать, эту злость реализовать в какой-никакой-то титул. Да, несмотря на то, что сейчас на Вумблдоне не будет никаких очков даваться за, соответственно, участие, и Джок, плюс ко всему, немало пунктов из-за этого потеряет. То есть это тоже еще одна причина, почему Новак может быть таким злым, но эта злость может отразиться в правильную мотивацию, которая, так сказать, сосредоточит его на то, чтобы выиграть данный турнир. Да, и, кстати говоря, очки не будут начисляться, ввиду того, что на данном турнире не будут присутствовать российские теннисисты. Они не будут, потому что, соответственно, данный турнир их не допустил, но ATP, соответственно, в ответ лишили данный турнир каких-либо очков. Но считаю, это будет такой выставочный турнир, и в любом случае победитель получит титул. И по итогу, что мы имеем? Если русских теннисистов, хоть их немного, но они довольно сильные, их не будет, соответственно, меньше оппонентов, которые могут данный титул получить. Дальше, если мы с вами смотрим, то и Надаль, тоже один из таких теоретических претендентов, он тоже сейчас находится в такой довольно непонятной форме, плюс ко всему трава не является его сильнейшим покрытием. И если мы с вами посмотрим, по крайней мере, на мой взгляд, из претендентов на титул, помимо Новака, остается Беретини и Кириас. И где-то, ну, довольно сильно отдаленно, дам ему, можно сказать, 1% на титул, это Гурка. И что касаемо Матео, то здесь, конечно, тяжело ему будет, однозначно, потому что он все-таки после травмы. Да, он уже выиграл 2 титула, но все-таки в Умблдон это такой очень тяжелый турнир физически, потому что там 5 сетов, 2 недели, однозначно, ему будет очень-очень сложно. Редко, да, получается, вот после травмы себя вот показать на максимум и забрать титул на таком турнире. Что же касаемо Ника, то Ник, ну, просто психологически может это не вывести, он не раз уже показывал свою нестабильность в этом плане, то есть он может просто на каком-то матче разозлиться, сломать там ракетку, выйти из себя и, соответственно, по итогу проиграть матч. Всякое это бывает, и от Ника мы это уже не раз видели. Ну, еще из таких вот моментов, которые я бы отметил, то что вот есть еще такой теннисист, как Энди Марэй, который может, в случае, если они встретятся, да, где-то в каком-то промежутке, может подать жары, так сказать, Новаку, и в теории даже у него есть шансы, что он его сможет выбить. Но лично я уверен на все 100%, лично вот на мое мнение, что Марэй может выбить Новака, но вряд ли он все-таки возьмет титул. Итого, что мы имеем? Из 128 участников, которые будут на данном турнире, по сути, претендентами, на мой взгляд, являются вот 4 человека, да, и, соответственно, из этих всех лично я уже объяснил, да, свои точки зрения, и, учитывая, что Новак сейчас находится в целом в хорошей форме, вот у него есть вот эта мотивация, злость, и также стоит отметить, что Новак себя хорошо проявляет на траве, я думаю, что все-таки именно он станет обладателем, соответственно, кубка данного турнира. И, учитывая, что на это дает очень даже неплохой коэффициент, на мой взгляд, стоит данную ставку заиграть. Ну и еще одним плюсом, о котором я забыл сразу упомянуть, это то, что Новак уже 3 раза подряд забирал данный турнир, и сейчас, по сути, это может быть 4-й. Почему бы и нет? Новак любит ставить рекорды, и вполне возможно, что вот победы на Умблдоне могут его привести к новым рекордам. Поэтому однозначно здесь, на мой взгляд, Новак является фаворитом, и он, на мой взгляд, все-таки сможет это сделать. Ничего, по крайней мере, ему здесь помешать не должно. Ну а как найти данную ставку, вы сейчас увидите на экране, специально для вас сделаю отдельный скрин. Если вам вдруг непонятно, как-то ее найти, то вот здесь вы сможете, так сказать, понять, как это сделать. Ну и также, ребята, не забывайте писать в комментариях вашего фаворита. Если вы это не сделали в начале видео, что думаете по поводу данной ставки, мне всегда интересно читать ваше мнение, может, вы не считаете меня правым в каких-то моментах. Давайте, пишите в комментариях, все это с вами обсудим. Ну и также, ребята, если вы хотите поставить на данное событие, данное событие есть не во всех БК, но однозначно, наверное, есть в Мелбете. Ссылка на нее будет в закрепленном комментарии, а используя еще и промокод, который видите на экране, вы получите удвоение первого депозита. Это шикарный бонус, который я рекомендую использовать каждый. Что ж, друзья, на этом видео подошло к концу. Не забывайте ставить пальцы вверх, если вам понравилось данное видео, и также подписываться на мой YouTube-канал и нажимать на колокольчик, чтобы не пропускать последующих видео. С вами, как всегда, был Артур Оманов. Всем удачи, всем пока.